Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот не далее, как вчера, я снимала видеоролик о том, что фабричные минеральные удобрения, фосфоросодержащие, а именно суперфосфат, можно заменить рыбной мукой, костной мукой, различными вот такими натуральными удобрениями. И сразу же начали поступать вопросы, где можно купить вот эти препараты. Я вчера говорила, что я свой вот этот пакетик муки, который просроченный, купила в садовом центре, он был у них последний, и вот я вчера поехала, вернула его им назад, потому что мне такой продукт не нужен на огороде. Я поехала и купила свежую рыбную муку и мясокосную муку на сельскохозяйственном рынке, то есть на базаре, вот там есть специально в каждом городе, ну на базарах есть такие отделы, где продают комбикорма, гранулированные, россыпью для животных, различные добавки, вот эти соль, которые коровы лежат, всякие меловые ракушки, всё-всё-всё. И там всегда у них продаётся свежая и рыбная, и мясокосная, и костная мука. Разницы нет, можете приобрести рыбную муку, можете приобрести... Есть мясокосная мука, есть костная мука, ну разные варианты. В каждом из таких продуктов содержится фосфор, и содержатся все витамины, ну не все многие витамины. Вот здесь вот написано, в составе, я читала, тут витамин группы В, Е, потом кальций, фосфор, но я не буду всё перечислять, жир очень полезно. И вот здесь написано, срок хранения 6 месяцев, так же, как на моём, но дата изготовления здесь, март 2018 года, сделана в Барнауле на одном предприятии. Это сделано на другом предприятии, но тоже написано, срок хранения 6 месяцев, и март 2018 года. Одна женщина написала, что может быть это срок хранения только для употребления животным. Нет, я вам уточняю. Прочитайте статьи о применении вот таких рыбной муки, костной муки в огороде. Там везде написано, что срок хранения для огорода точно такой же, нельзя его хранить долго. Но он всего лишь килограммовый пакет, неужели вы не сможете его, открыв, употребить, например, сразу при посадке, или подкормив сразу в огороде все культуры. Лучше не оставлять. Намокает, окисляется, портится, эффект уже не тот. Я не могу сказать, что вы что-то там можете вообще отравить растение, но эффекта никакого не будет. Зря приложите свой труд, а вот всяких полезных веществ там будет уже очень мало, если вы будете долго хранить. И еще я у продавца спросила, вот был также вопрос про то, что из больших мешков, когда продают, может быть она вредная там, или как ее узнать, он сказал мне, что этот товар у них никогда не залеживается. Вот видите, сейчас месяц всего прошел со дня изготовления, она у него, ну как, свежая совсем, не прошлогодняя, не зимняя, и также в больших мешках. Он сказал, что особенно весной садоводы, все, кто покупает вот этих цыплят, утят, и кроликов, и телят, и коров, и свиней, все раскупают со скоростью эти вот продукты, вот эти муку различную, что никогда ее, вот у них на этих рынках не бывает прошлогодней или просроченной. Оборот очень хороший, так что если вы из большого мешка берете, то скорее всего она тоже свежая, но можно попросить документы, я вот специально, на одном не было вот такой этикетки, я попросила, чтобы он мне принес этикетки, чтобы именно дату посмотреть, дату выпуска, и он мне принес вот этикеточкой, и он сказал, что вот что-что, ну а вот эта костная мука, рыбная мука, у них всегда свежая, потому что раскупают очень-очень быстро. И обходится она на таких рынках дешевле, чем в садовом магазине. В садовом магазине 800 грамм 140 рублей я отдавала, а здесь 100 килограммовая, как вы видите, рыбная 100, а мясо костное вообще 70 рублей. Так что за эти 140 можно мясо костное купить 2 пакета. Это очень выгодно, экономно. Если кто будет применять рыбную или мясо костную муку, я всё-таки советую ехать на рынки, где продаётся для сельскохозяйственных, или в магазины, где продаются добавки различные для животных. Там она всегда свежая, и всегда там у них есть ассортимент, есть выбор. Не все ещё садовые магазины торгуют вот этим натуральным удобрением, которое пользуется спросом, которое быстро разбирают. Ну, если будете приобретать, я вот ответила на вопрос, который пришёл. Первый был, где покупала, а второй, из больших мешков можно ли брать, вдруг там просроченный, может быть он уже вредный. Нет, скорее всего, где продают для животных, вся продукция свежая, потому что она не залёживается. Всё, до свидания. С вами была Ольга Чернова, и это чуть подробнее. А рыбное мясо костной муки, где в данный момент можно приобрести её.